Всем привет! В этом видео я с вами поделюсь, как получить визу в США с первого раза. Первая рекомендация, никому не секрет, есть официальный процент одобрения каждой страны. Постсоветские страны, как Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, у всех свой определенный процент одобрения изначально. И поэтому, если ты гражданин России, то не надо пугаться, Америка не такая уж и сложная виза. Отказывает официально всего лишь в год 17% россиян. И если у тебя стабильная работа, высшее образование, если есть поездки, и с тобой все прозрачно, и ты не скрываешь, что когда-то в молодости твой папа пытался в Канаде или в Америке остаться, ты не скрываешь, что ты сам был когда-то, какие-нибудь статьи у тебя были по молодости, по крупным налоговым нарушениям, либо по крупным махинациям финансовым. То есть, если у тебя все прозрачно, ты ИП, у тебя семья, к примеру, то ты легко получишь визу. Но если ты гражданин Узбекистана, либо Киргизии, то стоит перейти в мой ТикТок, либо Инстаграм и чуточку подольше разобраться с визой в Америку. И тоже ее получить с первого раза. А также гражданам, которые думают, что если агентство дало фейковую справку, либо агентство дало пригласительное от граждан Америки, то мне точно дадут. И это вообще отдельный разговор. Пригласительность Америки не всегда плюс. Потому что если вас на работу повысить классикацию, зовут по категории B2, это и она же есть, B1, B2, просто категория B2, утверждение, что просто на какие-то выставки или остеопатию, либо что-то, то да. Но если вас приглашают ваши родственники, еще и не ближайшие, а сами когда-то уехали по турвизе, а остались по политическому бежу, то это катастрофа, вам точно откажут с таким пригласителем. Поэтому везде есть нюансы, как именно с первого раза получить. И не надо всех под одну гребенку. Потому что говорить, что на Маврикии сейчас всем одобряют, в Польше сейчас всем одобряют, неправда. Если у вас там стоит, что вы недавно были в Омане, вы недавно были в Саудовской Аравии, у вас там папа когда-то по молодости, как недавно был случай, он забыл сообщить мне, что папа в молодости хотел эмигрировать в Канаду, и там был суд, и при котором ему признали, что нет, отказали в политическом беже в Канаде. То есть если вы о таких вещах забыли, а остальное вроде по моей системе вы были проходной, и самое главное, мне забыли сказать, то да, у вас будет отказ. Все было хорошо, офицер стандартный вопрос задал, а потом, говорит, вот так уткнулся в компьютер и сказал, к сожалению, вам отказано. Скорее всего, он это увидел. Поэтому если вы относитесь к категории проходным людям, то с первого раза получить визу, особенно россиянам, вообще просто. Вам подтвердят в комментарии, вам подтвердят мои подписчики в ТикТоке, и они пишут, да, зачем вы так пугаетесь с Америкой, мы просто зашли, пару вопросов и нам дали. Это правда. Но если у вас молодой возраст, и вы не хотите с родителями пойти на собеседование, уже нюансы, надо либо лагерь взять, либо с одним из родителей все-таки сходить на собеседование. Если у вас отказы, и вы не знаете, почему отказы, вроде с вами все хорошо, жена, высшее образование, все та же работа в банке, либо стабильный карьерный рост в вашем бизнесе, вы не понимаете, почему, то есть тогда стоит, конечно, писать мне в директ Инстаграм, я, исходя из опыта, плюс команда юристов, помогу вам. Но поверьте, если изначально показывать грамотно, ни в коем случае не давать фейковых справок, потому что потом это аукнется, при следующей собеседовании, либо в любом моменте раскрывается, эта виза аннулируется, либо потом вы вдруг там надумаете остаться, жениться, это учитывается, что вас спросят все, а вы забыли, что вам агентство когда-то давало фейковую справку, либо, к примеру, из последних девушек приехала поклеить ОВАН, а ей заодно и ОВАН отменили, и турвизу аннулируют, потому что сказали, у вас когда-то была фейковая справка с работой, и деточка теперь тебе даже не виза талантов, ничего не будет поклеено. Сейчас это решить крайне сложно, объяснять, что поверила агентству, при этом подписала договор оферты, в анкете подписала, что я согласна на данные, то есть крайне сложно, поэтому не надо всех под одну кучу. И получить с первого раза визу может кто? Тот, кто точно работает, у кого средний возраст, он уже за 25 лет, точно есть работа, точно есть высшее образование, точно тот, у кого есть семья, точно тот, кто ездил хоть куда-нибудь из визовых стран, как Европа, Англия в идеале. Это вообще большая, большая галочка для вас, плюс, если вы были в Англии и вылетели оттуда, потому что этим вы показали, что вы были в развитой стране и не остались там, вы вернулись на свою работу стабильную, которая у вас не один год и не три, а стабильная работа, которая вам нравится и является привязкой к вашей стране, тогда вам дадут с первого раза визу. Итак, подытожим. Даже не стоит идти в посольство США с пустым паспортом. Если вы не были в Европе, в Англии, хоть где-нибудь в визовых странах, я крайне не рекомендую идти. Да, бывает дают, но этот процент настолько низкий, что получить из-за этого отказ в нынешнее время, ну, не надо так делать. Съездите хотя бы куда-нибудь, а лучше две страны хотя бы. Второе, прежде чем вообще заполнять анкету на США, взвесьте свои данные. То есть посмотрите, что за работа у вас. Если вы в сфере секретности работаете, либо вы депутат, либо вы в прошлом имели секретность, либо у вас высшее образование, снайпер, или вы какой-нибудь ФСО, то, ребят, стоит изучить сначала ваш вопрос, прежде чем вообще подаваться на визу в США. Даже если у вас муж работает в прокуратуре, действующий, можно получить визу, но не стоит идти сразу. В начале ваш вопрос про работы. А всем остальным, кто ИП, у кого свое дело, работники банков, медицинские сотрудники, поверьте, визу с первого раза получают очень даже хорошо при наличии поездок работы. Ну и вы точно должны знать, как именно на каждый вопрос в вашем именно случае грамотно отвечать. Предположим, IT. Работник IT, либо работник в сфере игр. Это очень распространенная должность. Одному IT легко одобрят, второму IT нам вряд ли дадут визу. Хотя они могут даже работать в одной компании. Почему? Потому что надо детально разработать под тебя твои ответы в посольстве. Именно поэтому к нам приходят за четкими инструкциями, как с первого раза получить в твоем случае визу в Америку. Если у вас есть сомнения, либо подозрения, что вам не дадут визу, то в таком случае перестрахуйтесь и напишите мне в директ инстаграма. Мы вам поможем. Потому что в противном случае отказ потом решать гораздо сложнее. Особенно, если вы вскрыли нюансы, которые забыли, к примеру, как папа не получил убежище в Канаде. Поэтому, ребят, если что-то на вас скроется, поверьте, в американском посольстве Америка ни за какие деньги, ни подкупная страна. Если за вами есть какой-то грешок, она вам не даст визу. И подытожим. С первого раза визу в Америку легко получить тому, у кого есть поездки в визовые страны, тому, у кого стабильная работа и высшее образование в зависимости от возраста, если ты молодой, хотя бы 3 года стабильной работы, и тому, у кого нет косяков в виде ближайших родственников эмигрантов, в виде стран, которые не надо было посещать, а мы все-таки туда зачем-то наезжали. Поэтому с первого раза можно получить визу, не имея вот этих вещей. Ну, на этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Ну, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Каждую неделю все меняется. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон» Субтитры подогнал «Симон»